КОДАК КОДАК Довольно-таки быстро стал талантливым кинооператором по съемкам на узкую пленку. ПАРОХОД ПАНТЕРА Новинка 1938 года. Наряду с кино «Интерес Гетца» направлен на все, что имеет какое-либо отношение к технике, вдохновленный Хернумским портом, вблизи которого семья владеет семейным особняком. Двигатели для стеклоочистителей и элементов конструктора «Мерклин», который потом он испытывает в построенном своими же руками областном гидробассейне. Длина этого прохода 200 сантиметров, ширина 25,8. Водоизмещение его составляет 44 литра. Четыре винта придают ему скорость 7 километров в час. Электроход «Пантера» Электроход «Пантера» — летняя навигация 1939 года, во время которой была достигнута максимальная скорость в 6,61 км в час. Управление осуществляется через черный кабель, идущий вниз от центра Капитанского мостика. По окончании средней школы в 1939 году Гетц вместе со своей семьей проводит в Баварских Альпах совместный отпуск, который он запечатлевает на пленку своей новой 16-мм камерой «Кодак». Пока семья наслаждается отпуском, на политической сцене происходит много нового. Эти обстоятельства резко меняют и жизнь Гетца. Однако, где бы он ни оказывался, с ним всегда его кассетная кинокамера «Кодак» и целый запас пленок. Таким образом, Гетц становится своего рода хроникером событий. Его пленки, которые прекрасно сохранились и прошли войну неповрежденными, являются самыми важными киносокровищами времен Третьего рейха. Россия С кинокамерой на Восточном фронте Фильм Карла Хёвкиса 22 апреля 1940 года Гетц призывается в ряды РИКС трудовой службы в лагерь в городе Фрайбург, что в Силезии. Зародившаяся из молодежного движения 20-х годов добровольная общественная трудовая служба, 26 июля была дополнена обязательной 6-месячной службой для всех мужчин в возрасте между 18 и 25 годами. К началу войны в сентябре 1939 года в рядах РИКС трудовой службы уже насчитывалось 300 тысяч человек. Задачи трудовой службы, которая в организаторском плане не подчиняется НСДАП, были весьма разнообразны. Наряду с лесонасаждениями, культивированием, сооружениями плотин и перенар-систем, мужчин задействуют также в строительстве РИКС-автобана. В ходе войны ее задачи несколько меняются. Служащие трудслужбы обучаются обращению с оружием, а также их задействуют в обучении ведения пехотного оборонительного боя. Но в апреле 40-го об этом речь еще не идет. После основного этапа обучения подразделение перебрасывается из Фрайбурга в оккупированную Польшу. Поездом Путин лежит в городе Казимеш, на Висле. Гетц Хиртрегер запечатлевает эту поездку на цветную пленку Кодак. В Польше. Через камену, где поезд делает промежуточное солнцву, Путин лежит дальше на Радом. Радом. Здесь бои во время кампании против Польши оставили заметные следы. Гетц снимает первые отметины войны. Мост через реку Вислу под Денблиным. Через Вислу пут лежит далее на Денблин, где поезд делает еще одну промежуточную остановку. Есть время, чтобы быстренько всполоснуться и перекурить. Немного позже поезд достиг города Казимеша. Наш лагерь в городе Казимеш. Ребята распортировываются в одном господском доме на окраине города. Первые видовые кадры на реку Вислу Казимеш, расположенный в 40 километрах южнее Люблина, что на восточной стороне Вислы, известен в первую очередь своей исторической частью старого города. Два самых известных господских особняка посвящены Святому Николаю и Святому Христофору. Исторический еврейский квартал на окраине Казимеша. Старые дома чуть позже будут сравнены с землей. Помимо службы, время оставалось и для ознакомления с окрестностями, которые насыщены старыми крепостными сооружениями с оборонительными башнями. Обучение обращению с оружием к этому времени уже становится воинской программой Рейхструдовой службы. В целях собственной безопасности ребятам выдают карабины. Праздник Ивана Купавы. Древнегерманским обычаям при национал-социализме придавалось особое значение. Незадолго до возникновения этих кадров капитулировала Франция. Отныне вермахт контролирует пол Европы. Польша, Даня, Норвегия, Нидерланды и Франция оккупированы. Многие солдаты думают, что на этом все бои закончены. Они не подозревают, что Гитлер интенсивно разрабатывает новые военные походы. Из немногих записей, сохранившихся в дневниках Гетц Киртрегера, к этим кадрам находятся следующие. Поскольку у меня имеются владительские права на все категории техники, меня переводят в транспортный отдел трудовой службы. Меня взяли, чтобы я поехал на Керпелит с под Макбусингом за новыми грузовиками марки Накбусинг и доставил их в Варшаву для нашего подразделения. Таким образом, я много езжу и много снимаю. К тому же поездки по новому Рейхсавтобану экономят много времени. Чуть позже он записывает. Наш лагерь в Казимше разрастается. Руководство лагеря уже располагает рабсилы из числа евреев, привлеченных для отбывания трудовой повинности и задействованных исключительно на земляных работах. Время одной из своих командировок по перегону машин «Хиртрегер» в оккупированной Варшаве запечатлевают эти кадры. Уцелевшее здание центрального вокзала Варшавы. Вели улиц, польская столица. Руины цитадели, свидетельствующие об ожесточенности прошедших боев, которые совсем недавно здесь велись. Варшава в течение долгого времени успешно сопротивлялась силам Вермахта. Утром, 16 сентября, немецкий парламентер доставил на польские позиции ультиматум, которым от коменданта города в ближайшие 6 часов требовалась безоговорочная капитуляция. В противном случае город будет рассматриваться как крепость. Польский комендант, обезопасивший за прошедшие несколько дней город противотанковыми рвами и оборонительными сооружениями, отказался принять ультиматум. Незадолго до полуночи второй ультиматум, прозвучавший по радио, призвал ответственных к 10 часам вечера направить к немецким линиям своих парламентеров. И в этот раз парламентеры отказались явиться. Сброс листовок также не принес успеха. 26 сентября, после ураганного огня германской артиллерии, начался штурм. 24 часа спустя Варшава пала. Число убитых и раненых, среди которых было немало гражданских, составило около 40 тысяч человек. Для расчистки завалов привлекают польских евреев. Как раз на этом месте немного позже возникнет варшавская генда. Мост через реку Вислу под городом Пулавы. Последние снятые в Польше кадры. Через Радем дорога ведет назад в Казимаш. Последнее участие в строительных работах недалеко от Пулавы. И затем Киртрегер увольняется из рядов трудовой повинности. Киртрегер увольняется из рядов трудовой повинности. Киртрегера призывают в ряды вермахта. Свою основную подготовку он проходит в третьем, вспомогательном подразделении танковой разведки. Подразделение дислоцируется в казармах под городом Станздорф, недалеко от Берлина. Обучение проводится на списанных 4- и 6-колесных разведывательных бронемашинах и французских трофейных танках марки Панхарт. Фельдфебель Герли был внушающим страх инструкторам, муштровавшим новобранца в любую погоду. Сделанные зимой 1940-го и весной 1941-го года, эти цветные кадры хорошо передают атмосферу того времени и будни простых немецких солдат. Чуть позже подразделение передислоцируется на учебный полигон Путлас в Хольштейне, где на списанных транспортных средствах солдаты обучаются точности стрельбы по целям. Весной 1941-го года основной этап обучения закончен. Герц Хердрагер получает очередной отпуск домой. Он использует это время, чтобы вместе с отцом поехать в командировку в Дрезден. Благодаря этой возможности было снято несколько сюжетов о городе, которое несколькими годами позже, в феврале 1945-го, станет жертвой бомбардировок союзников. Эти кадры являются единственными известными цветными съемками еще не разрушенного войной Дрездена, и поэтому представляют собой особую ценность. КОНЕЦ После возвращения из отпуска подразделение ГЭЦа перебрасывается на полигон Ордруф под Армштадт, где дистанцируется 20-я танковая дивизия. Дивизия оснащена трофейным оружием по большей части французскими бронемашинами «Панар» и чешскими танками. Киртрегер обучается на радиста. Для поддержки связи с командным пунктом в состав каждой боевой машины входил профессиональный радист. Радиосвязь с каждым танком в отдельности из боевой машины ведущего офицера в последующих боях против танков Красной Армии выявила себя как важное техническое преимущество. Бронемашина «Панар» весом в 10,5 тонн оснащена полуавтоматической 2,5-сантиметровой пушкой для стрельбы снарядами с цельнометаллической оболочкой и двигателем в 105 лошадиных сил. Привод имеет 8 скоростей переднего и 4 скорости заднего хода. Машина также бронирована снизу, что очень хорошо защищает от подрыва на минах. В качестве пулеметов используется чешское или французское трофейное оружие. При появившейся возможности «Кетскиртрегер» снимает поднятие своего потерпевшего аварию броневика «Панар». На размытом дождями грунте «Панар» показал свою отрицательную сторону – плохую проходимость. Машины легко ввязнут и их весьма тяжело извлечь из грязи. Другим слабым местом является уязвимое сцепление, ремонт которого трудоемок, ибо для замены какой-то его части нужно разбирать весь мотор. Радиостанции дивизии оснащены немецкой аппаратурой, которая монтировалась в Эрфурте. К этому времени среди солдат Бермахта усиливаются слухи о возможном военном ударе против Советского Союза. Наращивание вооруженной Красной Армии и переброска больших воинских контингентов в направлении германской границы несмотря на строжайшую секретность, не остались незамеченными. Прежде всего, строительство большого количества новых аэродромов в непосредственной близости от германо-советской границы является неприкрытой тайной. На встрече германского генерального штаба 14 мая Гитлер обращает внимание на развивающиеся события и на непосредственно предстоящее советское наступление, которое во что бы то ни стало необходимо предотвратить своими действиями. Днями и ночами едут германские ЖД-грузы в направлении России, чтобы доставить людей и материалы на исходные позиции. 16 июня 1941 года 20-я танковая дивизия также получает приказ выдвинуться в район города Летцен в Восточной Пруссии. Через Берлин транспортный состав направляется в Восточном направлении. По пути транспорта встречается городская электричка, следующая в Берлин Николас-Дея. По прибытии в Восточную Пруссию бронемашины тотчас же направляются к границе. Последние съёмки перед большим артиллерийским ударом на Востоке. Подразделение Киртрегера находится в состоянии полной боевой готовности, замаскировавшись в маленьком лесочке. 22 июня 1941 года началась война против Советского Союза. Нарисованная от руки карта показывает боевой путь части. Через районы Восточной Польши, ранее занятой Советами, в сентябре 1939 года, через Сувальке и Кальварию, путь лежит далее на Восток. Так как подразделения следуют за стрелковыми полками, прямых столкновений с врагом им пока ещё удалось избежать. Гетц Хиртрегер с первого дня кампании служит радиоразведчиком. В его распоряжении всё ещё имеется несколько цветных плёнок, на которые он запечатлевает события дальнейшего продвижения войск. Вот он, первый контакт с врагом. Русская авиабомба взорвалась прямо рядом с бронемашиной Хиртрегера. Одну легковушку бомба уничтожила полностью. Пленных красноармейцы привлекают для засыпки образовавшиеся от взрыва воронки, дабы снова сделать дорогу проездной. Эти красноармейцы были поражены внезапной мощью и на диском германского наступления издались в плен. За них война уже закончилась. Штробка на пути продвижения Сеть русских дорог до ужаса очень плоха. Лишь очень немногие дороги обустроены. По ним-то и движется вся колонна на восток. Рядом с дорогой стоят вышедшие из строя французские трофейные грузовики. Они не справились с плохими дорогами и поэтому их отбуксировали на обочину. Используется любая возможность, чтобы выспаться. Капот бронемашины Панар заменяет кровать. Все тяготы и лишения последних дней написаны на лице лейтенанта Бара. По пыльным дорогам колонна движется дальше. На заднем плане видны горящие дворы, которые пришлось захватывать ближних боях. Замаскированная главная аппаратная радиосвязь подразделения стоит на обочине дороги. Маневренный самолет используется прежде всего для воздушной разведки. Передышка во время разветрейта в одном типичном для сельской местности крестьянском подворье. Пленные красноармейцы уже стали обычным повседневным явлением. Посреди всего этого насилия картина, словно нет никакой войны. На окраине дороги крестьянин обрабатывает свое поле. 26 июня добрались до Шанины. В маленьком населенном пункте подразделение останавливается на несколько дней. Несмотря на успехи первых дней войны, сопротивление русских еще не сломлено. На этих кадрах, снятых в районе Шитки, во время проведения разведки дозорными бронемашинами, на горизонте видны разрывы бомб и удары русской артиллерии. Шитки. Чтобы сломить сопротивление, на помощь пехоте приходит штурмовая авиация. Свежие могилы на пути продвижения свидетельствуют о больших потерях, которые несет и немецкая сторона. Кадры родного кладбища разведгруппы, погибшие под Торопцем. Ремонтная бригада во время ремонта дозорных машин. Высокий износ техники все чаще требует вмешательства механиков. Так как необходимых запчастей не хватает, на детали разбирают самую потрепанную машину. Детали используются для того, чтобы вернуть в строй другие машины. Типичный колодец где-то на краю земли. Идиллические виды, которые скрывают суровую действительность. Увидеть сохранившиеся церкви наподобие этой, что недалеко от Торопца, большая редкость. Многие из них были перепрофилированы коммунистами, свинарники или отданы под складские помещения. Боевые передышки используются для написания писем домой. Связь с Родиной для всех солдат очень важна. Снятые хиртрекером товарищи чуть позже погибнут. Поездка на новые склады. Грузовик с буквой «Б» принадлежит подразделению ГСМ. Немецкие боевые машины типа «Панцер-3» направляются на главную огневую линию. «Б» принадлежит подразделение ГСМ. Кадры сделаны южнее Валдайских высот. На полях созревает зерно. Женщины собирают урожай. Кадры сделаны южнее Валдайских высот. Прежде всего, на повседневную жизнь русских и условиях, в которых они живут на селе. Добрались до бывшей русско-польской границы. Горящие избы символизируют путь отступления Красной Армии. Дабы затруднить дальнейшее продвижение германских войск, Сталин приказал уничтожить все населенные пункты вдоль путей продвижения немцев и полностью стереть с лица земли существующую инфраструктуру. Эти действия проводились по прямому приказу Сталина с советскими карательными отрядами НКВД, переодетыми в трофейную немецкую форму. Этим спецподразделениям было приказано оставлять гражданских лиц живых, чтобы они потом рассказывали о зверствах немцев. Тактика, которая должна была усилить ненависть населения к солдатам Вермахта. Такие идеи пришли в голову Сталина не случайно, ибо во многих населенных пунктах гражданское население искренне приветствовало немецких солдат как освободителей. И такое отношение можно понять только в том случае, если осознаешь, насколько беспощадно грабились большевиками русские крестьяне. Их сыновей с сенком забирали в Красную Армию. Земля принудительно коллективизировалась, а насильно установленные нормы сдачи зерна собирались под дулами оружия. Любая попытка воспротивиться большевистскому грабежу жестоко подавлялась. Только в 1921 и 1922 годах в Советском Союзе от голода умерло более 5 миллионов крестьян. Принудительные переселения, депортации и массовые расстрелы также способствовали ненависти со стороны крестьян большевистским заправилам. Когда Вермахт пошел в Украину, люди надеялись на то, что советскому ИГУ пришел конец. Они не подозревают о том, что их мечте о независимости и самоопределению нет места в планах Гитлера. Награждение орденом Железный Крест второй степени, который отныне будет носиться с гордостью. Август 1941 года. После короткой передышки в тылу, во время которой подразделение пополняется вновь прибывшими с Родины, оно получает новое боевое задание против хорошо укрепленных сталинских позиций. Пешеходные дорожки дают предположить, как будут выглядеть дороги после надвигающихся осенних дождей. Машина Хиртрегер движется во время разведрейдов, одной из самых первых. Опасные задания, за которые многие солдаты расплачиваются своими жизнями. Прямое попадание уничтожает разведбронемобиль Хиртрегера. Водитель при этом погибает. Картины, которые у многих солдат вызывают непонимание. Казненные евреи, которых обвинили в том, что они агитировали выступить против германского вермахта. Мало-помалу, лето приближается к концу. На востоке начинается сезон дождей. Непрекращающиеся осенние дожди превращают землю в кашу из грязи и месива, по которому продвигаться становится все тяжелее. Дороги становятся полностью непроходимыми. Маленькие ручьи превращаются в подымающиеся реки, мосты обрушиваются. Каждый день солдаты сталкиваются с новыми проблемами. Дожди последних дней полностью размыли грунт. Пути дальнейшего продвижения покрыты грязью и стали непроходимыми. Тяжелые грузовики вязнут по ось в этой каше из грязи. Каждый шаг становится мукой. Конец сентября 1941 года. Церковь в городе Малый Ярославец. При большевиках она была экспроприирована под складские помещения. Собрание немецких солдат на рыночной площади. На окраине площади сооружена виселица, под которой преступники уже ждут своего приговора. Известная русская православная церковь в Смоленске. В преддверии запланированного наступления на Москву, Киртрекер и его товарищи останавливаются на зимние квартиры в Смоленске. Операция по взятию Москвы, так называемая операция «Тайфун», намечена на 2 октября. Типичная картина, разрушенная русской деревне. Из руин сгоревших изд вверх вздымаются только кирпичные трубы, словно обвиняющие мемориальные памятники, предостережения под затянутым облаками тревожным серым небом. Хозяйка дома, в котором расположился Хиртрекер. Пару слов по-русски, несколько слов по-немецки. Таким образом, люди договариваются и сближаются. Многие солдаты делятся своим пайком с хозяевами дома, а те, в свою очередь, пополняют солдатское меню картошкой, луком и огурцами. В середине октября, намного раньше, чем ожидалось, на Восточном фронте выпадает первый снег. Большая часть солдат германского вермахта не готова к этому. Не хватает теплой одежды, сапог и тех средств для ведения войны зимой. Германское наступление начинает понемногу застревать. Насколько воинские будни это позволяют, солдаты заботятся о том, чтобы расширить свое зачастую однообразное меню. Ловля рыбы — тремя килозарядами, а на солдатском жаргоне — ловля рыбы гранатами. Успех налицо. Кто посмекалистее, тот чаще устраивает жарку рыбы и начинает ее коптить. Сбитый советский истребитель вызывает любопытство среди пехотинцев, которые тщательно рассматривают каждую деталь. Для защиты от советских штурмовиков немецкие боевые машины задымляют себя. Сейчас они еще могут участвовать в боях, но вскоре они станут жертвами леденящих температур под минус 50 градусов. Масло в двигателях замерзает и делает дальнейшее продвижение невозможным. Но до этого момента пройдет еще несколько недель. Растянутая линия фронта в значительной степени затрудняет бесперебойную доставку на передовую необходимого провианта. Исключением являются ЖД-сообщения. Как правило, боеприпасы, продовольствие, личный состав и бензин должны доставляться на передовые позиции самолетами или грузовиками. В середине октября немецкие передовые отряды пробились в Москве. Между Брянском и Весьмой танковые соединения образовали огромный котел, в котором оказалась 55-я дивизия Красной Армии. Кадры снятые в 70 километрах от Москвы. Продвижение вперед пока еще продолжается, но сопротивление Красной Армии изо дня в день становится все сильнее. Танковые заграждения и останки подбитого немецкого танка свидетельствуют об ожесточенности боев. Чуть позже добрались до села Малая Рославец, что юго-западнее Москвы. Чтобы выдержать пронизывающий холод, измотанные боями солдаты располагаются в русских христианских избах. А зима тем временем держит всю страну своей леденящей хваткой. На некоторых участках фронта высота снежного покрова составляет один метр. О быстром продвижении уже можно и не мечтать. Монастырь Селяева с его знаменитыми золотыми куполами, которые немцы перепропелировали под лазарет, чтобы можно было справляться с раздущим числом раненых. Монастырь Селяева с его знаменитыми. Добрались до Клина, северо-западнее Москвы. Русская столица находится как никогда близко. Клин является той точкой, куда немецким солдатам удалось продвинуться на территории России глубже всего. Больше у них никогда не получится пробиться на восток так далеко. По-прежнему в плен попадает еще очень много людей. Они идут навстречу неизвестной судьбе. Так как о них невозможно позаботиться на передовой, они вынуждены целый день идти пешком, чтобы добраться до сборных пунктов где-то в тылу. Тысячи не переживут этих мытарств. Все, наступление окончательно увязло. Не хватает провианта и свежих дивизий. Число погибших немецких солдат возрастут до более чем 150 тысяч человек. На предложение своих генералов отвезти изнуренные боями части в тыл, Гитлер отвечает непреклонным приказом держаться. На собственных примерах главнокомандующих, командиров и офицеров принудит солдат фанатичному сопротивлению на своих позициях, невзирая на прорвавшегося во фланги и тыл врага. 19 декабря командование армии Гитлер берет на себя. В суточном приказе он заверяет своих измотанных боями солдат. Будучи солдатом многих сражений мировой войны, самым тесным образом я с вами един в воле к нашей победе. Его призыв и страх солдат попасть в советский плен позволяют сделать невозможное возможным. Из последних сил вгрызаются германские армии в замерзшую русскую землю и останавливают советское наступление. Рождественские праздники 1941 года. Тиртреггер и его товарищи празднуют местечки под названием Русса. Несколько деревянных изб и одна маленькая церквушка на нейтральной полосе русских просторов становятся на пару дней родины изнеможденных усталостью солдат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из-за высоких потерь боевых машин экипажи танков задействуют как пехоту. Так как не хватает зимних маскалатов, в своем черном обмундировании они становятся очень легкой мишенью для советских снайперов. Лишь в середине января 1942 года положение настолько стабилизировалось, что группе армии «Центр» Гитлер позволяет отвезти войска с наиболее опасных участков фронта. Подтягиваются резервы, и теплая зимняя одежда с родины начинает распределяться в войска. Зимним кризисом покончено. Наконец-то снова в боевые действия вступают авиации и танки и снимают нагрузку сухопутных войск. Зимним кризисом покончено. Невооруженным глазом можно расследить подбитые русские танки Т-34 и убегающих красноармейцев в непосредственной близости перед линией фронта. Итоги прошедшего года войны ужасающие. Помимо 200 тысяч погибших, около 110 тысяч солдат погибают от тяжких обморожений. Почти 15 тысяч остаются без рук и ног в средстве ампутации. Подразделение Хирта Рейгера тоже сильно потрепало. Боеспособность снизилась до 25% от первоначальной мощи. Потери боевых машин катастрофически высоки, что делает дальнейшее их использование в России просто невозможным. Передвижение еще возможно только при помощи маленьких и выносливых русских лошаденков. Деревянные сани берут верх над современной техникой. Тяжелые орудия ведут огонь по вражеским самолетам. После короткой церемонии, во время которой несколько экипажей танков награждаются железными крестами первой степени, 15 марта 1942 года начинается возвращение на родину. В кровавых боях под Москвой подразделение Гетц Хиртрегера было основательно потрепано. Сам он тяжело ранен и помещен в один из берлинских лазаретов. За время выздоровления его хобби неожиданно для него превращается в профессию кинописца военных будней. Его кинооператорское мастерство находит признание. Гетц Хиртрегер заканчивает курсы для кинорепортеров и завершает свое обучение зимой 1942-1943 годов дипломным фильмом о производстве кондитерских изделий в доме Соротти. Немного позже прибыл приказ о его новом назначении. Хиртрегеру рекомендовано вернуться на Восточный фронт в качестве кинооператора и кинорепортера киножурнала «Немецкое еженедельное обозрение». Конец первой части. 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 Конец первой части.